Всем привет! Вы на канале Самозванцы. Максим и Евгений с вами, как обычно. Оборудование приехало. Оно уже стоит на... Мы его разгрузили из фур. Из трех фур, если вы помните. Стоит на территории склада. Не склада, а на территории, где у нас будет будущая пивоварня. Все. Целости и сохранности. У нас часть уже внутри помещения. Это сегодня нам предстоит все занести внутрь помещения. Разгружали манипулятором. Три фуры. Вот это вот ЦКТ. Единственное, видите, все лежа, нормально доехали, а вот это просто поддон под ней рассыпался. Потом посмотрели почему. Саморезы, которыми крутимые, они поотламывались, полопались и просто поддон разъехался. Видите, на ней только ноги остались. Но, вот что хорошо, металл оказался качественным и не тонким, а нормальной толщины. С той стороны, сзади, на котором она всю эту дорогу болтыхалась, на пузе лежала. На пузе лежала, ну, можно сказать, вон, на стенке. На стенке, да. А ни вмятин, ничего нет. То есть, все черное. Мы даже подумали, надо было их так кинуть и перевозить. Да, страшно было. Итак, это все стоит на улице. Сегодня начнем завозить. Давайте сейчас мы вам покажем, пройдемся внутрь помещения. Да, покажем, ничего. Да, покажем помещение, расскажем квадратуру, покажем, какие трудности там у нас предстоят. И чего еще. Да, сегодня вот весь день будем заниматься развозкой погрузки. По поводу комплектации. Мы когда снимали, у нас, знаете, у нас такая ситуация произошла. Мы отпустили бригаду рабочих, мы отпустили фуры, мы отпустили манипулятор. Это уже когда мы в Камышине в конце дня. Мы с Максом приехали в отель, выпили по банке пива уже. Первый, да. Камышинского, кстати, Пегаса. Выпили. И нам звонят, ну помещение же надо сдать. Сдать, да. Потому что мы там ковырялись все это время, надо приехать, показать, что мы там ничего не разрушили, ничего не сделали. Приезжаем, начинаем хоть по помещениям, мельницы стоят. Забыли. Она весит, это просто труба. Килограмм 100, наверное. Мы с Максом вдвоем, а помочь уже все некому, вдвоем ее. И фуру мы так прикинули, но фуру по грудь даже приблизительно. Мы ее просто не поднимали, мы ее вазик ели, просто опрокинули, туда как-то затащили. Ее вдвоем нереально таскать. В итоге у нас мельница всю дорогу с камышной увозит вверху. Возит ехала, да. Она не миловерно тяжелая. И по поводу, а, давай еще скажем, что нам не хватает. Нам надо докупить до полного комплекта это водоподготовка. Водоподготовку, парогенератор и бак горячей воды. Потом емкости еще для просто воды холодной, там на пару тонн, чтобы она стояла запасе фильтрованная. Да, просто нам люди стали писать, да у вас не хватает этого, того, сего. Там почти полный комплект, вот мы сейчас перечислили, чего не хватает. Даже человек написал, чиллера, а он чиллера не хватает. А внутри бака у нас чиллера, вот он. Ну, если это имеется ввиду, да, бак холодной воды все есть. Короче, здесь полный комплект, чего не будет хватать, мы будем докупать, да? Будем докупать и показывать, естественно. Пошли в помещение посмотрим. Пошли, да, посмотрим помещение. Мы стоим у нас вот за спиной. Макс, вот так сними, да. Вот у нас за спиной. Вот наше здание, половина первого этажа. Тут будет наша пивоварня. То есть сейчас ребята тут демонтаж дверей делают, чтобы мы сегодня затаскивали туда наши емкости. Вот эти ЦКТ, варочники. Итак, смотрите, эта дорога, она идет в деревню Софина, а вот Киевское шоссе. То есть вот это вот 49-й километр Киевского шоссе в сторону Москвы. То есть мы будем находиться, вот у нас дачники ездят, да, в Калугу, в Ларфаминск. Вы все возвращаетесь в воскресенье домой, можете взять пивка себе. На вечерок. И еще вы можете, если чем удобно сделано, там 100 метров развязка под мостом. То есть развернуться. И в ту сторону 100 метров развязка со 107-й бетонкой, бабочка тут, тоже через 100 метров. То есть даже когда вы едете на дачу в сторону Москвы, в сторону области, вы можете развернуться, 100 метров назад проехать, взять себе пивка и поехать дальше на дачу. То есть не надо километра два, там три накручивать, ничего. Поэтому мы считаем расположение-то удобное. Хорошее, да. Потому что реально, вот оно, Киевское шоссе. Да, вот просто заезжай, вот и вот. Вот сколько здесь? 100 метров, даже меньше, наверное. Идем сейчас внутрь. Сейчас, подожди. Еще в здании находится ресторан «Маэстро». А, вот справа, справа. То есть мы планируем как? Чтобы у нас здесь был розлив пива, да? Если какие-то дегустации или еще что-то там, ну, покушать, то можно, ну, спокойненько перемещаться будет в этот ресторан. Вот. То есть это мы думаем. Там даже еще, кстати, внизу есть бар. Потом уж как-нибудь покажем. Может быть и когда-нибудь или с владельцами договоримся, или, ну, как-то, что-нибудь придумаем. Пойдем сейчас в помещение в само покажем. Да, покажем. Показали, где она, в принципе, трасса. Пошли, пойдем. Входная группа такая уже уставшая. Уставшая, да. Крыльцо такое рассыпается, мрамор рассыпется. Здесь что-то будем делать, что-то придумывать. Это все, ну... В нормальный вид презентабель не приводить, да. Ворота сейчас ребята в одну группу разбирают, стекло. Пошли внутрь зайдем. Входную группу разбираем, потому что реально не влазят у нас эти... Емкости. То есть нужно будет все вот это вот убрать. Итак, вот такое у нас помещение. Вот эта перегородка будет убираться. Убираться, да. Здесь мы хотим сделать, чтобы вот так вот по прямой отгородить две стены. С левой стороны у нас была стеклянная стена, чтобы было иначе. И справа. Ну и справа, да, возможно. Здесь вот будет собственный розыгрыш. Да, вот здесь вот прям будет у нас стоять барная стойка, краны. Вот так планируем, да. Как заходите, по левую руку через стекло будет видно. Вот здесь у нас будет стоять варочник. То есть, ну, здесь будем варить. Здесь будет варить, да. И вот этими перегородками будет все прозрачное. То есть, ну, будет отделен цех варки. Ну, можно будет зайти, и слева будет видно, как... Возможно, даже варка будет в этот момент идти. Да, да, да. То есть, здесь вот будут стоять две емкости у нас, смотрите. Варочник, затирочник, этот, как его, фильтровочник, фильтрчан. Фильтрчан, да. Ну, здесь все оборудование будет для варки стоять. Ну, две большие кастрюли. Так, вот так вот, это мы сейчас уже с людьми поговорили. Вот так это все будет в плитке. Вот по тот угол, да, по тот угол. Все будет в плитке абсолютно. Все в плитке. Кстати, мельница, которая нас подставила. Да, да. Вот, которую мы перли, она вообще вдвоем. Тяжелая жесть. Блин, мы его вазик перевалили. Так, пошли... Стой, подожди. У нас здесь еще, кстати, произошел косяк. Мы вот это вот помещение, пойдемте, покажем вам. Хотели использовать для... 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 Ну, цех брожения. Здесь в районе, наверное, 200 квадратов. Вот здесь вот. Вот это все помещение. Кстати, где сейчас все... Да. Но мы побоялись, что... Здесь перекрытие от 30 сантиметров. Монолит. И если здесь по-серьезному нагрузить тоннами, да... Просто под нами находится подвал. Подвал, да. То есть, сдают не на земле, да. То есть, там подвал. И мы побоялись, что... Ну, и владелец здания побоялся, что мы все-таки можем разрушить. Сложим здесь. Поэтому пока вот это помещение у нас такого свободного назначения, пока мы не знаем, что здесь будем делать. Будем думать еще, может быть, чем-то здесь будем, может, каким-то солодом, либо... Ну, не знаю, что-то будем придумывать. Либо оборудование какие-нибудь, вот здесь можно как-то магазинчик сделать. Да. Куда мы дели бродильный цех? Договорились. Договорились, да. Нам? Куда уберется эта перегородка? Вот эта вот перегородка. Вот здесь будет вырезан проем. Проем, вот тут, 2 на 2 метра. Будет вырезан проем, и ЦКТшки наши все будут опущены в подвал. Подвал. И бродильный цех будет в подвале. Еще есть задумка, вместо крышки вот этой, все обратно потом не закрывать, а сделать стеклянный пол. Стеклянный пол мы сделаем, да. Чтобы когда заходишь, здесь варочники, а внизу, там ЦКТшки. ЦКТшки, да. Чтобы все было видно прозрачно, красиво, я думаю, будет. Да. Поэтому, наверное, сейчас мы спустимся в подвал. Не, 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 сейчас давай по нашим помещениям остальным пройдемся. Да, то есть помещение у нас в районе, без подвала, в районе 400 квадратов. С подвалом там еще где-то квадратов, наверное, 50. Здесь раньше магазин был. Здесь мы будем лепешки, короче, делать, шурмутку идти, самсал, убытку. Смотрите, вот это у нас... Вот так берешь, чпок туда растет. Я, брат. Да не, мы шутим, это все раздолбится. Смотрите, вот здесь получается у нас варочный цех, вот здесь у нас будет дробильный цех. То есть здесь будет дробилка, солод, ну, дробилка, скорее всего, где-то вот здесь поставим, чтобы возможность была, если что, подавать потом шнековым мотором дробины, чтобы самим не таскать. Здесь у нас будет как вот это ворота, откуда вот можно... Да, палеты загружать, выгружать, там понтон. Ну, это все, кстати, уже наша оборудка. Да, ремонт мы, кстати, сейчас будем делать тоже потихонечку. Мы здесь все обновим стены, но сделаем косметический ремонт. Здесь пока уже так все немного ушатано. Ну, что там мелкое помещение? Нет, здесь мелкое помещение, это у нас будет раздевалка, здесь шкафчики, все есть как бы, да, для нас и для... Если вдруг будет у нас какой-то персонал. Вот здесь у нас будет стоять, скорее всего, пара генератора. Здесь, да, пара генератора будет стоять. Которые надо еще купить, у нас нет. Да, пока нету. Потому что пара генератора за стенкой у нас котлы. Да. То есть получается, чтобы сразу напрямую подавать, а не везти вот так. Вот здесь помещение, здесь небольшой склад. Я думаю, тут какая-нибудь химическая тема, там, склад химии. Здесь тоже небольшой складец, ну, такой кабинетик. Тоже здесь что-нибудь организуем, или склад, или какой-нибудь офис. Ну, скорее всего, склад под что-то, то есть, ну, тоже будет здесь. Так, еще один, аккуратнее, ручка. Ну, да, да, да. Где-то под офис уже. Да, да, вот это вот офисное помещение. Евгений Юрьевич здесь хочет повесить, как, награды, регалии. И сидеть здесь за компьютером в танчики долбить. Да. Так, ну, а во что ты еще будешь долбить? Евгений Юрьевич работать не будет. Здесь туалет, санузел, тоже тут надо сделать небольшой ремонт. Вот здесь, вот здесь, здесь мини-кухня. Ключи свет. А тут-то... Ну, что, не работает? Ну, ладно, бог с ним. Небось это в автомате будет. Может быть, да. И вот, собственно, дверь мы обратно попадаем в помещение. И вот, собственно, дверь, да, 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 в это помещение. То есть, оно такое, ну, круговое. И вот эти помещения, это технические, они для нас. Да. Вот, основное, что будет видеть человек, это... Да, это вот эта часть. Да, ту часть, здесь пока еще, как сказали, неизвестно. А вот тут, кстати, за дверью кафе. Да, то есть, входит в ресторан, кстати, он с той стороны заделал, но если, ну, люди будут туда-сюда ходить, нам получится, где надо будет сделать эту, ну, дырку проема. Да, туда-сюда ходить, по улице прошелся, ну, и все. Ну, и все. Там, кстати, летняя веранда, там, то есть, можно посидеть в районе пивка. Да, там, да, там. И мы уже поговорили, там, возможно, еще пивное меню сделают специально под нашу пивоварку, что можно было приезжать и это с пивком там посидеть, отдохнуть. Чтобы мы, если что, с гостями пошли туда, что-нибудь заказали, ромб какую-нибудь, посидели. Да, пошли в подвал, блин. Пошли в подвал, где у нас будет ЦКТ. Да. Спустились мы в подвал, где будет встать у нас ЦКТ, бродильная цель будет. Вот, слышно, ребята там работают, они работают вот прямо вот здесь. Вот где-то вот тут, да. То есть, окно будет вот здесь у нас. Да, вот тут. Вот здесь окно. Если сказать помещение, смотрите, оно все в плитке уже. То есть, здесь плитку, ничего с ней делать не надо. Если там мы сейчас будем... Да, 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 здесь уже все обложено. Да, то здесь, в принципе, только трассы провести, которые нам нужны. И практически все. Смотрите, ЦКТшки мы будем ставить, вот планируем начать отсюда. Вот так вот угол забивать ЦКТшками. Вот здесь вот место у нас будет, скорее всего, для бака ледяной воды. Далее, вот этот вот угол мы сделаем, будет водоподготовка. Там баки, обычные пластиковые, пищевые, пару тонн воды, чтобы она фильтровалась. Всегда у нас вода была. Ну, в принципе, и все. То есть, вот так вот. Сделаем... А! Получается, у нас варочник вот здесь сейчас находится. Мы сделаем провод, чтобы, ну, сусло можно было здесь, допустим, подключать его, да, шлангом гибким. Варочник здесь, да? Ну, где-то, да, где-то тут. То есть, мы сделаем отверстие, и здесь будет у нас розетка к выходу, ну, сусло. То есть, и мы здесь уже будем, ну, подключать сусло к ЦКТшкам и закачивать сверху. Единственная проблема, розлив надо делать так, чтобы, наверное, было наверху. Потому что, чтобы потом отсюда снизу кеги не таскать, чтобы не тяжело нам было. Но у нас есть большое помещение тут справа, мы можем часть его под линию розлива оставить. Да, под линию розлива оставить как бы. Но, все равно, я думаю, мы будем немножко разливать. Все-таки шланги какие-то вверх вытянем. Вот, и там наверху розлив будем. Да, вот так. Две атмосферы в себя вдохнул. И были кислоты. Или одну там. Будем на видео показать, как мы эти заносим, или покажем, как они уже в помещении стоят? Эти какого? Просто видео мы заканчиваем. А, нет, нет. Сейчас у нас, кстати, пока ребята разбирают входную группу, мы... Ждем манипулятор. Ждем манипулятор, да. Мы сейчас все затащим. В процессе, наверное, снимать не будем, потому что там очень... Ну, там тяжело. Тяжело, да, и снимать, и это... И снимать, и помогать, и там руководить, да, там, потому что мы вдвоем это там втроем и сделаем. Там все, наверное, рабочие присоединятся. Поэтому мы вам уже чисто покажем, как в помещении у нас стоят эти и лежат еще цикотехи. И лежат эти, да. Потому что дырочку эту пропиливать будут технически. Да, через неделю будут уже пропиливать два на два отверстия, чтобы мы могли сюда опустить цикотехи. Вот здесь зданием не предусмотрено большие вот эти емкости вносить. И все вот такие, видите, окна маленькие, двери маленькие, входы там с торцов тоже не очень. То есть и вот такое вот решение. Хорошо, что владелец здания разрешил это сделать. Просто, наверное, он понимает, что проект перспективный. Но, опять же, смотри, здесь вот такая на самом деле площадь, да, что мы можем здесь еще цикотехи, если что, поставить. Фарфасы. Фарфасы и у нас вот то помещение свободное, мы можем там, как мы обсуждали, тонны ставить еще для таких интересных сортов пива. Ну или для каких-то контрактных варочек, к примеру, кому-то нужна тонна будет пива, да, мы можем тонну легко сварить в воде. Как бы посмотрим. Будем думать. Расширяться есть куда, главное не закрываться. Да, да. Главное работать усиленно. Кстати, по поводу Костяна мы все никак не скажем. Костян у нас в команде третий, просто многие пишут, блин, ребята, а главное сбыт вообще, а вы сбыт нашли. Да, блядь, мы нашли сбыт, мы еще ничего не сделали, ничего не сварили, зато сбыт у нас есть. Сбыт есть, да. У кого такое вообще бывает когда-нибудь, что еще вы продукт не сделали, а сбыт у вас есть? Ну да, да. Блин, мы же не Тесла выпускаем, е-мое. Поэтому, естественно, что у нас есть в команде человек, который будет заниматься продажами, это Константин, он менеджер. Он у нас третий в команде. Да, он по продажам, но такой нормальный менеджер, он уже давно занимается всю жизнь продажами, поэтому как бы все нормально. Получается, у нас мы будем варить пиво, у нас, ну вот, медиа освещение все наше, да, то есть мы показываем, рассказываем, сколько стоит открыть. Мы все вот растраты будем в конечном итоге уже потихонечку пишем. У нас книга такая, дела на миллион купили. Вот. И, получается, мы будем изготавливать продукт, делать, и Константин, он, кстати, генеральным директором у нас является ООО «Самозванцы», мы не захотели вписываться, но мы, может, потом, как совет директоров у нас будет. Да, мы не то, что заходили вписываться, скажи, что в черном списке. Ну да, в налоговый так получилось, что я в черный список попал. Сейчас тоже объясню, просто потом скажут, что типа, блин, там мошенник там и все дела. Давно с другом у нас была фирма, и она была не очень, ну, ООО, обычная там упрощенная система налогообложения, мы занимались, интернет-магазин сделали. И он у нас не пошел, как бы, да, занимались этой, для сетей оборудования этих IT-сетей, и я не пошел в магазин, мы, как бы, там закрыли эту фирму, точнее не закрывали, перестали сдавать эти отчетности налоговые. И где-то там что-то, какую-то нам штраф выписали, и потом на этот штраф пени какие-то выписали, и потом увидели, что организация уже совсем не работает, там 4 или 5 лет она уже не работала, и меня, как учредителя, уже не допускают открыть новую фирму. Ну, там его в черный список внесли на то время, на 5 лет, а эти 5 лет, казалось, не прошли еще. Да, еще не прошли. И поэтому, когда пришли сдавать все документы на открытие фирмы, Фигакс там, через неделю говорят, ну, с документами можно ехать. Да, приезжаем. Макс приезжает, там говорят, а вы в черном список. Да, все, досвидули. Отказано в регистрации у вас, умозванцы. Ну, а мы уже, это, занялись перевозкой этого всего уже, на низком старте находимся. Ну, в общем, так случилось, ну, ничего плохого. Да, да, да. Пойдем дальше, уже покажем, наверное, кучимся, когда будем это, затащим эти. Да, да, уже попозже покажем, сейчас ребята, как все снимут, начнем затаскивать. Манипулятор, кстати, заказали тоже, но сейчас предстоит тяжелая работа, на самом деле. Спустя 3-4 нелегких часа через вот эту вот входную группу, ее сейчас уже обратно собирают. Вот, пожалуйста, у нас теперь это все в помещении. Да. А можно сказать, это вся как яичко в гнезде. Да, это, как их, не яичко, а птенцы в гнезде. Да. То есть, вот они все ЦКТшки, все, они здесь уже. Шесть штук. Варочник там, за кирочником. Фильтр ЧАН. Ну. Это холодная вода, она вниз, кстати, у нас уйдет. Здесь, вот, кто-то про Чили написал, Чили внутри. Внутри, да. Вот они, красавцы, эти красавцы останутся здесь. Да, они будут. Они встали на свое место. Сейчас здесь будет делаться ремонт, мы их еще дополнительно обмотаем, чтобы их не заляпали. Да, так что. Остается дело за малым. Все это начинать подсоединять, вот эту вот можно уже. И прорезать дырку. Да, проем два на два. И уже ЦКТ туда спускать, вот где мы в подвале были. Плюс, я думаю, уже на днях уже ребята, бригада придет, будет плитку ложить, снимать вот этот потолок. Потому что, ну, если оставить его здесь, то неудобно будет. И плюс еще плесень будет, скорее всего, уйти, потому что Армстон такой впитывает в себя влагу. Вот, так что мы будем... Замер, вот, замер произвели. Вот здесь стоял сейчас Макс. И вытащил одну плитку, он головой до потолка почти достал. Ну, два-три сантиметра не достаю, то есть могу ставить в полный рост. Ну, я ему сказал, если ему постричься и босиком залезть, он еще подпрыгивать надо будет головой до этого. Ну, знаешь что, ты-то ростом пониже, так что ты будешь засыпать, все. Ну, понятно. Добавлять будешь бегать. Я так понял, да. Так что вот так. Что, серию завершаем? Завершаем серию, да. Смотрите эту эпопею дальше. Да, сериал этот. Что да как. А так, всем спасибо за просмотр. Всем пока.